так друзья мои всем доброе доброе утро продолжаем наш каст про планирование шаг номер 11 планировать свою неделю необходимо с воскресеньем то есть это уже зафиксированный факт что 15 минут планирования экономит 6 часов работы поэтому планировать свою неделю нужно заранее планировать свою неделю нужно с воскресенья писать план на следующий день с вечера это тоже очередная фишка очередной нюанс потому что вы таким образом себя программируете на следующий день возможно с утра вам уже придут какие-то инсайты какие-то идеи о том как сделать все ваши дела из списка быстрее эффективнее какие вам еще нужны будут люди для проекта ну и так далее про значит 3s также планируем планируем я вчера кстати общалась со своим пиар-агентом он говорит это вообще классная идея но ты же пошутила по поводу 3s а ведь я ведь не шутила по поводу 3s для тех кто не в курсе что за правило 3s ссылка пожалуйста смотрите на видео где мы собственно про это говорим так дальше запланировать отдых запланировать отдых то есть сначала мы планируем сам расписание отдых и только потом работу ясное дело что сейчас год планировать ну просто нереально мы правда не знаем что будет завтра да поэтому ну как минимум месяц как максимум три месяца то есть хорошо бы запланировать потому что вы таким образом сможете запланировать в том числе свои бюджеты на отдых потому что нужно понимать куда вы поедете с кем вы поедете какого уровня это будет отдых это сколько звезд будет у гостиницы и так далее сколько вам нужно будет денег на это и так далее ну то есть от этого собственно все все и начинается то есть сначала планируем отдых и только потом в промежутке между а между отдыхом мы значит заполняем его работой встречами и деловыми поездками значит соответственно вот отдых что такое отдых для вас то есть к этому моменту вы уже должны понимать да то есть у вас уже должен быть отдельный список дел которые наполняют вас энергией это могут может быть а встреча с друзьями или спорт или спа или массаж а это могут быть путешествия и так далее ну то есть отдых что такое для вас отдых потому что у всех отдых это понятие очень индивидуальное дальше составить список людей уровня 2 0 это имеется ввиду люди до которых вам сложно дотянулся сейчас где вы не суперзвезда потому что вот мы с вами на прошу в прошлый раз говорили о том что если ты в своем окружении суперзвезда значит ты не в том окружении находишься да это дискомфортно но вам нужно находить в том числе информационные поводы для того чтобы выходить на людей вот этого уровня 2 0 я вот сейчас пока готовилась к этому эфиру подняла свой блокнотик по одному из семинаров и там даже я вот нашла заметку свою о том что нужно придумывать книги которые вы напишите для того чтобы познакомиться с вот этими людьми из уровня 2 0 придумывать какие-то статьи вот у конференцию налоги инвестиций управления которые мы провели в марте 2020 года это впервые было мероприятие которое я вот прям от начала до конца придумала то есть искал туда и экспертов и спонсоров и так далее это вообще это большой лайфхак и вам большой секрет да потому что благодаря просто вот этому информационному поводу я познакомилась с огромным количеством людей то есть меня знал весь туристический рынок чем я занимаюсь кто я такая но и так далее соответственно вам тоже нужно составить список вот этих людей то есть вы понимаете вы просто таким образом опять же в контексте нашего канала что вы таким образом забираете берете руль в свои руки да то есть начинаете рулить своей жизнью то есть вы составляете список людей из уровня 2 0 и вы сами себя программируете вы сами себе строите свою дорожную карту где вы будете в каком окружении через три месяца или через год понимаете какие вам нужны компетенции для того чтобы оказаться в этом кругу людей потому что мало мало взять интервью хорошо бы с ними общаться на одном уровне да вы представляете вообще какой сколько работы сколько работы мы сейчас нагенерим на придумываем вам просто ну никогда в жизни уже не покажется ваша жизнь скучный какой-то скучным вторником потому что здесь просто столько всего нужно сделать ну и одновременно с этим вы просто расширите свой круг интересов свой круг общения вас появятся новые интересы ну и так далее поэтому составляйте списки это будет реально очень интересное приключение дальше шаг номер 14 саппорт то есть вам необходимые люди из группы поддержки опять же ссылкой под этим видео значит будет мой каст и который я записывала для предпринимателей то есть какие должны быть люди вашем окружении саппорт это очень важная история почему он у нас в оказался вдруг в нашем касте про фокус потому что ваш вы в результате свою жизнь должны настроить таким образом чтобы у вас был фокус только на важных делах только на тех чтобы вы занимались в течение рабочего дня только делами которые вы можете сделать только вы и никто другой все остальное нужно максимально делегировать это следующая наша история максимально делегировать и вот эти люди из саппорт из вашей поддержки то есть у вас должны быть на расстоянии к этой вытянутой руки то есть вам нужно организовать свою жизнь таким образом чтобы у вас было много помощников да им надо будет платить деньги но посмотрите пункт номер три когда вы делегируете 70 процентов рутины который вас просто приводит в бешенство у вас растет ваша производительность ваша мотивация к труду в том числе потому что вы начинаете заниматься продуктивной деятельностью и ваши доходы растут ваши доходы просто вот от только от того что вы делегируете 70 процентов вашей рутины растут в автоматической геометрической прогрессии понимаете опять же правильное делегирование что можно делегировать когда делегировать как делегировать это следующие следующие следующая линейка наших утренних кастов ну и пункт номер шаг номер 16 пункт номер 16 это вести дневник это действительно очень важно отмечать свои успехи графически отмечать свой путь из точки а в точку б я кстати когда писала этот пункт для вас я придумала новую штуку которую тут же на себе я тестировала работает когда вы пишите свой свой оцифровываете свою точку а вы должны написать дату и время когда у вас это произошло да когда вы составили вот эту вашу карту дорожную карту движения какой точке а вы находитесь какая какая там дата год и время и указать когда вы пишете к точку б то есть где вы хотите оказаться через год или через три года вы тоже должны там написать какое это будет дата и время это способствует опять же продуктивности и на этой радостной ноте нашу серию кастов про эффективность про то как держать фокус на действии мы с вами заканчиваем и плавно переходим в другой блок всех обнимаю и хорошего дня до 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 до